Всем здравствуйте! В Кентебри мы ездили в октябре. Город находится на юго-востоке Англии, и из Лондона можно доехать до него на скором поезде за час. В древности Кентебри стоял у устья реки Стал, которая здесь впадала в пролив, отделяющий от Британии остров Танет. Впоследствии пролив зарос илом и засорился, и Кентебри оказался расположен вдали от моря. Это город с очень древней историей. Эта территория была заселена с доисторических времен. Первое зарегистрированное поселение относится к кельтским племенам, но в первом веке нашей эры поселение было захвачено риблинами в 43 году нашей эры во время завоевания Британии. Они построили город, и несмотря на то, что здесь не стоял военный гарнизон, город считался стратегического значения. И в третьем веке, после атак варваров, город был обнесен земляным балом и стеной с семью воротами. Западные средневековые городские ворота являются самыми высокими сохранившимися городскими воротами в Англии. Они высотой 18 метров и построенные примерно в 1379 году – это единственные сохранившиеся из семи ворот. А так, по мнению историков, выглядел город в римские времена. Тем не менее, когда римляне покинули Британию в 410 году нашей эры, город пришел в упадок. Однако, древнегерманские племена ютов, англов, саксов и фризов частично переселились в Британию после ухода римлян и, поселившись в Кенте, участвовали в формировании английского этноса. В городе сохранилось много домов XVI и XVII веков, что придают городу особенный шарм старины. К сожалению, большое число домов этого периода было разрушено во время бомбежек Второй мировой войны. В городе есть сохранившиеся фрагменты городской стены, восстановленной в 14 веке на руинах стены, возведенной еще римлянами. Город является одним из самых посещаемых туристами городов Англии, но, пожалуй, самое главное – это исторически важное религиозное наследие города. Король королевса Кент, Этельберт I, расположенного здесь в VI веке, имел резиденцию в Кентебре и проднился с одной из могущественных династий того времени мировингами, взяв в жены Берту, дочь парижского короля, тем самым укрепив свою политическую позицию. На тот момент король Остакент был языческим, тогда как Берта была христианкой и приехала к мужу со своим священником. А в 597 году ко двору прибыл святой Августин, которого прислал папа Григорий I. Августин крестил Этельберта I и король стал первым из кентских королей, принявших христианство, за что после смерти был канонизирован. По приказу короля закладывались новые и восстанавливались старые, еще римского периода, христианские церкви. И таким примером является церковь святого Мартина в Кентебрии. Это старейшая непрерывно действующая приходская церковь в Великобритании и старейшая христианская церковь в англоговорящем мире. Церковь была частной капеллой королевы Берты, еще прежде чем из Рима прибыла Августин. После бракосочетания король Этельберт не настаивал, чтобы королева сменила свое вероисповедание и предоставил ей для исполнения обрядов христианской веры отремонтированную постройку романа британского времени. И на этом стенде показано, как в разные времена церковь достраивалась, и что до сих пор сохранилась одна стена, построенная еще примерно в 300 году, то есть еще в четвертом веке нашей эры. Обо всем этом нам рассказала старушка Божий одуванчик, находившаяся на тот момент в церкви. И пока мы там находились, ей на смену пришел старичок. Они просто прихожане церкви и, как я понимаю, не оставляют открытую церковь без присмотров. Церковь совсем небольшая, и мне было неловко снимать внутри в их присутствии, но сам факт, что в кладке этой церкви находятся камни, уложенные еще в четвертом веке нашей эры, меня взволновал. У меня на видео плохо видно башенную часть церкви, поэтому прилагаю также фото из интернета. В городе также есть руины аббатства Святого Августина. Это было монастырем Бенедиктов, и было основано в 598 году нашей эры при покровительстве королевы Берты. И после канонизации Августина основанное им аббатство было переименовано в его честь. В средние века аббатство служило усыпальницей архиепископов и королей. Кафедральный собор в Кентербурге – это одна из старейших и известнейших христианских церквей в Англии. Церковь Святого Мартина, руины аббатства Святого Августина и собор в 1988 году были признаны ЮНЕСКО памятниками всемирного наследия. Что-то мне не очень везет в этом году, куда ни приеду, здания находятся в лесах. Но с другой стороны, когда еще производить реставрацию, как не сейчас, когда очень мало туристов. Поэтому я также использую фото из интернета. Первая церковь была заложена на этом месте в 597 году, а в XI веке полностью перестроена. В соборе находится кафедра архиепископа Кентерберийского, которая является главой англиканской церкви и вторым лицом после монарха. Кстати, обратите внимание на то, что на вассаде уже установлены скульптуры нынешней королевы Елизаветы II и ее покойного уже на данный момент супруга принца Филиппа. А это скульптуры короля Этельберта I и его супруги королевы Берты. Первым епископом был тот же Августин. Собор сильно пострадал в ходе набега викингов в 1011 году, а служащий в то время архиепископом Альфедж был захвачен в плен и, отказавшись, чтобы за него был выплачен выкуп, был убит 19 апреля 1012 года в Гринвиче, где базировались крупные силы викингов. Он стал первым архиепископом Кентерберийским, принявшим мученическую смерть, но самым поворотным моментом в истории храма стало убийство архиепископа Томаса Беккета 29 декабря 1170 года рыцарями короля Генриха II. Томас Беккет первоначально был канцлером Генриха II и лишь затем стал архиепископом. Между королем и своевольным архиепископом часто возникали конфликты. Считается, что рыцари слишком буквально поняли жалобы короля на архиепископа и убили его на ступенях алтаря. Убийство архиепископа у алтаря в его собственном кафедральном соборе потрясло средневековую Европу, а гробница Томаса Беккета стала местом массового паломничества. 12 июля 1174 года гробница приходил с покаянием босой Генрих II по Антагенет. В день нашего визита архиепископ принимал школьников и часть собора была закрыта. А на улицах было огромное количество детей, которых учителя вели в собор и из собора, и создалось впечатление, что в городе детей больше, чем взрослых. Еще нам бросилось в глаза, что среди взрослых в городе много курильщиков. А когда мы заметили, что интернет очень плохо работает, то решили, что курят они в ожидании, пока загрузится страница. В городе находится знаменитый кривой дом, который даже упомянут в романе Чарльза Диккенса Дэвид Капперфилд. Дом был построен в 1617 году. Как и многие дома того времени, он построен с каждым последующим этажом больше предыдущего, так как чем больше места занимал ваш дом, тем больше налога вам приходилось за него платить. Чарльз Диккенс часто останавливался в отеле Sun, что переводится как солнце, который также увековечил в романе Дэвид Капперфилд. На нескольких открытках 1900-х годов дом изображен еще таким, какими он был до того, как начал наклоняться. Причина его наклона кроется в неудачной перестройке внутреннего дымохода, который развалился под тяжестью здания в 1988 году. И чтобы сохранить его, дом был укреплен стальными рамами. В середине 16 века в Кентебрей начали селиться франкоговорящие гугеноты-беженцы. Они были опытными ткачами и мастерами и внесли важный вклад в экономику города. По оценкам, из примерно пятитысячного населения города в 1600 году около двух тысяч были гугенотами. Город славился ткацкими изделиями из шелка, шерсти, также кожаными изделиями. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть известные кентерберийские рассказы, также связанные с городом. Это незабершенное произведение поэта Джоффри Чосера, спорник 24 новелл, преимущественно в стихотворной форме, написанная в конце 14 века. Истории рассказывают паломники, направляющиеся на поклонение мощам святого Томаса Бекетта. Рассказчики относятся ко всем слоям средневекового английского общества. Среди них есть рыцарь, монах, священник, врач, купец, ткачиха, повар, мореход. Рассказы входят в список наиболее значимых произведений мировой литературы. В Кентербрии также находятся три университета и несколько колледжей, в которых учатся около 30 тысяч студентов. А королевская школа является самой старой в Великобритании. Она была основана тем самым святым Августином вскоре после его прибытия в 597 году. Это частная школа для учеников от 13 до 18 лет и обучение стоит около 40 тысяч в год. Я очень советую вам посетить город Кентербрии и погулять по узким улочкам этого древнего города. Ну а с вами я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.